Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Я продолжаю рассказывать об очень интересном событии, которое проходит в эти дни в Ставангере, а именно об очередном, десятом по счету, супертурнире Норвый Чес. Ну, я не буду подробно останавливаться о весьма специфической системе зачета и его необычном контроле времени, который применяется на этом соревновании по ходу дела, я напомню вам об этом, хотя большинство из вас, безусловно, в курсе. Так вот, после предыдущего, пятого тура, положение в соревновательной таблице выглядело следующим образом. Лидировал Виши Анант, который в дополнительное время в Армагеддоне, после того, как основная партия его против Магнуса Карсена, чемпиона мира, закончилась ищу. Так вот, Виши Анант выиграл эту самую дополнительную партию, хотя, скорее, заслужил победы в основное время, а не в дополнительное, и опередил Магнуса Карсена на пол очка, поскольку за чистую победу в основное время гроссмейстеру, победителю, начисляется три очка, проигравшему ноль. Ну, а если ничья, то каждого получает по одному очку, а затем сразу же начинается Армагеддон с контролем 10 против 7, такой необычный контроль, и победитель получает пол очка, а проигравший ноль. То есть, закон сохранения общего числа очков на турнире на этом, то точно так же, как и в современном футболе, не соблюдается. Иными словами, ничья котируется ниже по сумме, так сказать, набранных очков двумя соперниками, ничья котируется ниже, чем победа одного из них. И поэтому понятно было, что, в общем, стоит слегка отстающим гроссмейстерам развить темп какой-то, начать выигрывать в основное время, то они могут легко догнать и перегнать тех, кто находится в турнирной таблице повыше. Ну и, собственно, каким было положение после этого самого... Нет. Кто с кем встречался в шестом туре, а то уже, видите, начал заговариваться. Очень большой интерес, конечно же, вызывала партия лидеров. Магнус Карсен против Шарьяра Мамедьярова. Ну, в этой табличке я неправильно обозначил цвет фигур. Магнус Карсен играл белыми, Шарьяр Мамедьяров черными. В дальнейшем я это сделаю исправлю, больше такого не будет повторяться. Ну, а кроме того, партия между Анишем Гири и Вишенандом и поединок Уэслисоу с Арианом Тари. То есть, те поединки, которые могли определить, во многом повлиять на ход борьбы за первое место. Как же, впрочем, и партия Ван Хяо Максим Вашье, лограф. Ну, разумеется, при таком обилии интересных партий, которые вызывают повышенное внимание болельщиков, начнем с поединка, так сказать, со столиком номер один. А Магнус Карсен всегда играет со столиком номер один. Независимо от того, лидирует он или нет. И сейчас он встает перед началом тура, отставал от Вишенанды на пол очка. Но все равно столик номер один, это столик с участием Магнуса Карсена. И Магнус Карсен сделал ход с конь G1 на F3. Шах ответил D7, D5. G2, G3. То есть, Магнус уводит игру куда-то немножко в сторону. Ну, шах поднимает, так сказать, эту самую, с позволения сказать, брошенную перчатку. То есть, играет тоже G7, G6. Так, кривовато. Ну, как кривовато. Оборот, может быть, наиболее гибко, наиболее логично. Но без попыток сразу же включиться в борьбу за центр. Конь F6, рокировка, рокировка, C4, C6, симметрия. Известная ситуация. Так много раз играли Каспаров с Карповым. Карпов с Каспаровым. Ну, в матчах знаменитых 80-х годов прошлого века. И, в общем, было в конце концов установлено. Это легко было сделать, наверное, и без этих партий. Многочисленных, что при аккуратной защите, при аккуратной игре, черные должны нейтрализовать давление белых. Ну, вот КЦ3. Такой амбициозный ход делает Магнус Карсен. Поскольку ранее все-таки белые обычно или Билли на Д5, потом играли КНЕ5. Или Билли на Д5 играли ФБ3. Или сразу играли ФБ3. А тут КЦ3, провоцируя соперника на взятие НЦ4. С помощью которого черные забирают пешку. И отыграть ее белым не так уж легко сразу. То есть, Е4 играет Магнус Карсен. Давая понять, что это все-таки с его стороны гамбит или полугамбит. В принципе, черные могут цепиться в эту пешку зубами и ничего не отдать. Ну, Срон Ж4 играет Шахриар Мобедяров. Я думаю, что эта позиция им специально не исследовалась. Магнус Карсен в большей или меньшей степени исследовалась. Белые получают за пешку компенсацию. В форме сильного пешечного центра и преимущества у Сронов. Но черные тут же отвечают Е7, Е5. Нужно ли так играть? Можно ли было как-то иначе отреагировать? Наверное, нет. Наверное, ход Е7, Е5 правильный. Но вот в качестве альтернативы некой. Пытаюсь подвергнуть легкому, так сказать, изучению последствия хода. Есть Б7, Б5. С помощью которого черные за год защищают пешку С4. Тогда белые могут сыграть Е5. Нужно играть Конь Д5, разумеется. И просто белые начинают какую-то игру типа H4. Давление, перерастающее в атаку на королевском фланге. И оказывается, что? Что, в общем-то, капитация за пешку у белых огромная. Опять же, это чисто человеческий вроде бы такой вот тезис. Логика человеческая, не компьютерная. Но современные компьютеры легко проникают в тайную позицию. И говорят, что действительно белые вот так должны играть. И долгосрочные инициативы их на королевском фланге старше, чем вот эта самая лишняя пешка, которую трудно как-то предъявить, реализовать. И доказать, что она чего-то достойна. Так вот, Е7 и 5 играет шах. Это, конечно, наверное, правильное решение. Я думаю, не наверное, это же просто правильное решение. Но белые берут. Черный играет Конь Д7. Пешка тут же отыгрывается. Причем, если черные возьмут ее конем, то вообще говорить будет нечем. У черных будет лучше. Вот после Е6, я хочу только лучше у белых. Хотя, может быть, чисто символически. Слогие 3. Ферзь Е7. Слон Ж2. Белые вводят слона из-под удара черной ладьи, чтобы освободить ферзя, чтобы он мог куда-то выпрыгнуть, куда надо. Конь А6. Ферзь Е2. Пешка атакована. Защищать ее неправильно. И черный играет Конь Б4. Почему защищать пешку неправильно? Предположим, сделали этот ход. То есть, конечно, всегда интересуют такие вопросы. Но белые тут же сграют А4. Завяжут неприятнейшее напряжение. Угрожает А, Б. Ну, наверное, Конь С7. Поскольку Конь на А6 после, или в случае А, Б, Ц, Б окажется в очень уязвимом положении. Поэтому, наверное, Конь С7. Ну, и здесь белые просто меняют, меняют. Меняются на Б5. Затем играют Е4, Е5. Атакуют своим слоном черную ладьё. Могут ли черные? Ну, могут пожертвовать качество. Без полной компенсации, поскольку у них порченная структура в центре. А если, например, уйдут ладью, тогда потеряется пешка А7. Ну, поэтому жертвовать качество надо. Две пешки черные получают, но стоит хуже. Ну, поэтому не Б5, а Конь Б4 играет Шахриар Мамедяров. Белые берут на С4. Полное счастье вроде бы, но есть у черных такой Конь С2 удар. Издалека Шахриар Мамедяров его заготовил. И я не знаю, видел ли он издалека. Может быть видел, может быть нет. Тот удар, который, в свою очередь, заготовил Магнус Карсен. Если отступить ладьёй и, допустим, взять ли на Е3, у белых будет хуже. Но после Конь Д5 у белых точно не хуже. Причем, то есть, атакован ферзь, причем атакован шахом. Поэтому Конь Б3 не идет. Конь Е7 шахов. Взять пешкой Е этого коня, а брать одной из пешек нужно, то белые заберут, разумеется, на С2. И после взятия на Е4 дадут шах пренеприятнейший. А ведь смотрите, здесь вот удержать центр при материальной праведности уже черные не могут. То есть, пешку Д5 удержать эффективно. А Конь Ф6 сейчас он С5 будет, такая неприятность. А если взять, тогда шах. Белые добираются до пешки, стоящей на Б7. Забирают на С6 или на А7 по ситуации. Здесь у них очевидное большое, почти решающее преимущество. Поэтому на Д5 нужно брать не пешкой Е, а пешкой С. Что и следует. Взятие на С2, Д4, слон Д2 и ладья С8. Но вот дебютная стадия миновала. И можно подвести предварительные итоги. А предварительные итоги такие, что у белых чуточку-чуточку лучше, но ненамного. И в общем все, конечно, зависит, то есть исход партии и все прочее от дальнейшей борьбы. Ну, Б4 здесь не стоило играть. Вот Б4 хочется белым сыграть. А сразу скажу, что Магнус Карсон сделал сильнейший полугамбитный ход Е4 и Е5. Так вот, если Б4, тогда ферзь А4, такой ресурс у черных есть. Они заставляют разменяться ферзями. И Б4, ну, удар впустую. Полица 3 ослаблены, и у черных не хуже. Проблем нет. А после Е5 ситуация несколько иная. И все равно, судя по всему, черным стоило сыграть ферзь А4. После чего позиция близко к равной, а может просто равной. Ну, что делать? Ферзь А4, конь А4, висит пешка. Если Б3, то конь С3 у черных не хуже. Прекрасный конь. Подкрепленная пешка. И в случае каких-то разменов разноцвет. И вообще говорить не о чем. Ну, наверное, ничья просто. У кого лучше, трудно сказать, но ничья мертвая. А если белые сыграют Ф4, не Б3, а Б4, жестко защитят пешку, стоящую на Е5. Отдадут пешку на Б2. Черные ее заберут, конечно. Белые сыграют там слон Б7. Белые захватят линию С для вторжения своих фигур. Но можно сыграть Ж5. Можно сыграть, кстати, и конь Д3. Но вот черные завязывают какое-то напряжение на фланге. И после взятия на Ф4, скажем, ЖФ и конь Д3, они цепляются к пешке Ф. Белых, она становится слабостью. Ну, слон С8, лучший ресурс. Белых, атакующий пешку Е6, чтобы завязать какое-то осложнение. Тогда конь Д3 сильнее всего. Отступить. Ладья С8, лучший ход со стороны белых. Поскольку, таким образом, они белые косвенно защищают пешку Ф4. Переменяя или сковывая черную ладью с Ф8, которая участвовала в отборе этой пешки. Скажем, взятие-взятие. Ладья бьет. Взятие-взятие. И слон А6, который черных выручает. Нет, этот ход, если бы тогда, наверное, у белых было бы очень хорошо. Может быть, даже выиграно. А тут ничего просто ровным счетом нет. Пешка Ф4 теряется. Можно сыграть король Ж2. Движение пешки ничего не дает вперед. Если сыграть Е6, то просто король черный подойдет. Нейтрализует эту пешку. А затем Ф4 потеряется все равно. Ну, а тут что получается? Наверное, они должны уже спасаться вот таким вот маневром, нехитрым. И получить Эншпиль без пешки, но разноцветный, мертвый и ничья. То есть, ход Ф4, опять же, вариант, он полуфорсированный, но не до конца. И то, что я вам показал, конечно, является некой иллюстрацией. Но не доказательством того, что действительно все здесь так замечательно у черных. Но, судя по всему, ход Ф4 уравнивал игру. А Шах взял пешку. Пешка висит, он ее взял. Но я не знаю, о чем думал Шах. Считал, что у него с лишней пешкой позиция лучше. Скорее всего, нет. Он понимал, что компенсация у белых огромная. Но здесь позиции после Б4 у белых лучше. Снова стоило сыграть Ф4. Хотя здесь уже белые добиваются лучшей игры. С помощью ладья бьет Е6 вот такой редакции. Полного размена нет. Материальный равенство на ДСЕ. Два солона у белых. У черных проходная по линии ДИК. Водится три для коня. Но после того, как позиция вкрылась, у белых лучше. Было сыграно не поэтому, а просто было сыграно не Ф4, а Коня А4. Размен на С8 последовал. И Материальный сыграет Ф3, сковывая соперника. Не так уж много убьет. Поручше бы не намного. Конь С3. Ладья бьет Е6. Пешка все равно была обречена. Если бы здесь черные не сыграли Конь С3, то можно было бы в ряд вариантов просто. Король Ф7, скажем. Скорол Король Ф7. А белые взяли, ударили на Е6. И в главном позволении искать вариантов выявили Ферзя вместе с ним и партию. То есть Конь С3. Ладья бьет Е6. Король Х8. Ход правильный, потому что отступление на поле Ф7 не годилось. Не годилось по довольно несложной, но элегантной причине. Белые тогда били на С3. Если Ладья бьет С3, тогда просто шаг. И затем вот такой вот ход. И что важно, Ладья бьет с Б3. Разумеется, удар. Ну, можно на самом деле, конечно, нет, нельзя. Нельзя обратно на Ф7. А можно взять на Б3. Слону отбить назад. Встать под защиту пешки. А затем выиграть качество. Ферзя за слона, у белых будет лишнее качество и выигрышная позиция. Ну, ДЦ. Здесь вроде бы как надо играть. И тогда Ладья Е8. Вот такая комбинация. Это, опять же, боковой вариант. И выигрывается Ферзь за Ладью и слона. У Черных, конечно, защищенная слоном проходная на С3. Но оказывается, что эта позиция все-таки у белых в путь за белых. Потому что как-то надвинуть пешку, предъявить ее, провести в Ферзи невозможно. У белых лучше, хотя, конечно, позиция игровая. Так вот. Это по поводу плохости хода Ферзя в 7, который не делает Шахриан Мумиллеров. Отступает в угол. Следует король H2, профилактика со стороны белых. И начинается вот такая вот игра. То есть почти то же самое. С включением ходов король H2, король H7. Теперь комбинации за белых не проходили. И можно только вот перейти к такой вот вязкой игре. На самом деле, позиция лучше чуть-чуть у белых. Но равная. Ну, не равная, а ничейная. И вот очень долгое время пытался... Ну, здесь нельзя брать на А3, маленький нюанс. Если взять на А3, тогда Ферзь Е6 с атакой пешки, стоящей на поле Ж6, которую невозможно защитить. И белые приступают к решающей атаке на черного короля. Даже контратака против слона не помогает. Потому что там Ферзь Е8, слон Д3, слон Берджи 6 мат в конце варианта. То есть после слона Д3 белые угрожают не только ходом Ферзь Берджи 6, но и ходом Ферзь Е8 с последующим слон Берджи 6 мат. Ну, поэтому Конь Е4, слон Е1. Ферзь бьет А3 в такой редакции. Белые играют слон Д3, пешку они отыгрывают. Причем даже 6 брать нельзя. Ну, по причине того, что подвиснет слон, и черные забрав его слона защитят своего коня, и останутся с лишней фигурой, и выиграют партию. Ну, поэтому надо играть как-то по-другому. Аж 4. И вот оказывается, что пешку-то все равно отыгрывают белые. Рано или поздно, у белых лучше. Слон бьет опять, пешка забрана. И начинается вот такая вот возня. Но опять же, строго говоря, эта позиция не выигрывается при аккуратной игре черных. И, ну, не знаю уж, как нам казалось, не казалось. Правильный ход был из коня А6, сразу скажу. Просто встать вот так вот тупо, и пробить невозможно. Пристать как следует к черным фигурам нельзя. Конь на А6 выполняет целый ряд важных функций. Ну, главным образом прикрывает своего короля. Может вернуться назад при сручии, но, если уж, так сказать, придет очередь хода к черным, и им нужно будет определиться. Вот. А конь Д6 ход неудачный. Который сделал здесь шаг, не самый удачный, я бы сказал так. Он еще не проигрывает, поскольку после ферзи А6, конечно, черные скованы с защитой своих завязанных фигур. Ну, конь на А6, ферзь на А6 стоит и так далее. Но черные должны были здесь согласиться на отдачу пешки. Что очень не хочется делать. Вот слонов 8 надо было сыграть. Потом отступить, скажем, вот примерно так вот поставить фигуру. Ну, и получается, здесь в чем хитрость? Хитрость в том, неприятная для белых, что они не могут сохранить ферзей. Если бы они могли сохранить ферзей и продолжить игру в битлешпиле при лишней пешке у себя и двух слонах, наверное, у них было бы преимущество, шансы на выигрыш. Но они должны контролировать, караулить поле Д5, так как ферзь Д5 шаг, следующего черных. А уйти в сторону никуда нельзя. Или на Б6, или на С4, или на Е4. Иначе ферзь Д5, ну, ферзь Д5 шаг, но ферзь Б6 тоже очень непросто. Неприятно для белых. Поэтому надо сыграть или ферзь Е4, вот так вот, или ферзь С4, то есть перейти вот в такое окончание. Судя по всему, оно ничейное, оно держится, черное просто держит крепость. Но, конечно, какие-то нервы еще бы пришлось потратить Шахриянову и Медьярову, чтобы спасти эту партию. А он вместо этого, вместо хода слона Ф8, который фактически обрекал его на отдачу пешки, а первопричиной этих неприятностей, этих неудобств, был неудачный маневр конь Ж6, конь Д6, извиняюсь, вместо хода, конь А6. Так вот, Шах сыграл Ферзь Б3, контратакуя слона белых, но это полу зевок, потому что Шах на Ж6, взятие на Д6, у белых нишние пешка, угрожает слону Ф6, ход Ферзь Д7 защищает от Шаха с Б7, белого короля, и от Шаха с Д5 тоже, то есть сохраняет белый Ферзь контроль над пулем Д5, и контратегры нет, а угрожает слону Ф6. Ну, король Ж6, Ферзь С6, Шах, затем Ферзь С5 с атакой пешки Х5, Ферзь Б7 как-то сыграл здесь Шах, Ф2, Ф3, хладнокровно ответил Баггус Карсом, выясняется, что пешку Х5 не спасти. Никакими нормальными путями пешку Х5 не спасти, на король Ж6 последует Ферзь Ж5. Ну, король Е8, единственная попытка с атакой слона, теперь слон С7, перекрывающий Ферзю дорогу на поле Ф7, и снова угрожает Ферзь бьет Х5, Шах. Ну, Ферзь Б2 сыграл Шах, что было бы, если бы, ну, на самом деле, понятно, что было бы, если бы было сыграно король Д7. Можно просто дать Шах с поля Д6, если король С8 мат в один ход, а если идти вот сюда, тогда будет дан Шах отсюда, с Е6, потом слон Д6, и все. Выиграли сразу белые. Ну, поэтому Ферзь Б2, король Х3, ушел король из под Шаха, пешка Х5 незащитима, Д3, взятие, ну, конечно, вроде бы, как бы, якобы, хотя что, как бы, якобы. Фигуру еще белые забирают, и одна пешка Д в поле не воин. Король С6 сыграл Шахриар Мамедяров и сдался, не дожидаясь ответа соперника, который наверняка был бы Ферзь вот такой вот шах. Не Сулферзь Б2G7, тогда пешка все-таки могла бы сказать, Ферзь Б2G7 нельзя, извиняюсь, ферзь, слон защищен Ферзь, я что-то совсем уже ошадел. Так вот, шах тогда, затем Сулф4, пешка висит, двигать ее нельзя под угрозой потери, если Ферзь С3, тогда Ферзь Б5 шах, затем Х5, белые надвигают свои пешки и ждут, когда черные продвинут пешку Д. Если они это сделают, тогда дадим шах, дадим шах, и выиграем им в чистую. То есть, понятно, что позиции черных безнадежные, и так вот закончилась эта партия, принесшая Магнусу Карсону чистые полноценные 3 очка, то есть чистую победу, без всяких армагеддонов, без дележки очков, без скромного продвижения, такой решительный марш-бросок вперед с помощью взятия 3 очков. Ну, второй по значимости, а может быть и первый, но все-таки, я думаю, второй, вторым был поединок, конечно, Ели с Вишанандом, Вишананд играл черными фигурами, ну, видно, в общем-то, что Вишананд на турнире этим играет очень неплохо, да и в последнее время вообще, после определенного перерыва, то есть кусок игре у него главным образом проявился, пробудился, свежесть такая чувствуется, и это сказывается. Даже вот с Магнусом Карсеном, играя белыми фигурами, Вишананд не только не рабел, ничего такого, но почти выиграл у Магнуса первую партию, этиудно спасся тогда, вот и в ней Магнус, и поэтому, проиграв вторую, он набрал 1 очко против 1,5 у Вишананда, всего лишь, так сказать, фуру дал в пол очка, а не в 3. Если бы Вишананд выиграл в основное время первую партию, то, конечно, он получил бы огромные шансы на выигрыш всего турнира, а сейчас ситуация иная. И вот многое зависело, конечно, от того, чем закончится поединок Аниши Гири с Вишанандом. Ясно, что Аниши Гири, имея белые фигуры, хотел или мечтал не только о том, чтобы не проиграть экшемпиона, но и выиграть. Все-таки, наверное, Аниши Гири себя котирует не ниже сейчас, поскольку возраст, годы, как принято говорить, дают о себе знать у Вишананда, но, опять же, еще раз повторюсь, что Вишананд играет на турнире очень свежо. И вот С24, это первый ход, первый ход Аниши Гири в первой основной партии. Я довольно быстро показываю первые ходы, то есть смело захватывает центра Вишананд. Здесь конь С7, ход Ботвинника, возможно, но не надо. Играем Ж7-Ж6, хотят белые где-то играть Д4, пусть играют. Но по-другому трактует позицию Аниши Гири. Аш-2-Аш-4, такая новомодная трактовка, пограживая идеи Аш-4-Аш-5. Черные, конечно, могут здесь проигнорировать эту идею Аш-4-Аш-5, сыграть С7-Аш-5, С5-Аш-6. Вот интересный ход. Пешка прошла вперед, но не для того, чтобы развить атаку или вскрыть линию, а для того, чтобы согнать черного слона с хорошей позиции. Когда слон занимает поле Аш-6, не уходить же на Ф8, тогда белые просто ракируют уже, смело, по линии Аш-контратаки черных не будет, ну и дальше могут сыграть там Ферзь Б3 и заиграть такую позицию, которая, судя по всему, у белых лучше. Нельзя брать на Б7, правда, из-за коня А5 и Ферзь потеряется, просто он поймался там на Б7, вот попал в ловушку. А можно сыграть Д3 и у белых получше, вот с Б6, там, скажем, как-то с рон Ж5, ну, не намного лучше, но все-таки получше. То есть, вот такой характер борьбы был бы после, мог возникнуть, сложиться после хода с рон Ж5, который не сделал. Здесь Вишанан сделал ход H7, H6, чтобы на H4, H5 сыграть Ж6, Ж5 и никакие активности белых на королевском фланге ну, не дали бы, так сказать, никакого эффекта. С другой стороны, H7, H6 это некоторое ослабление, как и ход H4, ослабляющий поле Ж4 и вот начинается такая игра. Ну, Вишанан опять же, он разумно считает, что идти навстречу замыслам соперника, который, наверное, немножко готовился, во всяком случае, перед партией или когда-то заранее анализировал эти варианты, а Вишананан конкретных анализов нет, поэтому H6 он сыграл. Белые могли сыграть конь бьет Д5 и получить символически получше после Б4 вот такого интересного маневра. Хитрость в чем, что здесь белые играют слон H3. Вот экзотическая совершенно идея. Увод слона на бок, атакована черная ладья, но главное что? Что, поскольку белые берут контроль поле Е6, черные, если отступят или сыграют Е6, будет один и тот же эффект, а именно Е4 приведет к тому, что черный слон не сможет просто так отступить назад на Е6. Например, ладья Ц7, Е4, теперь если слон А2, тогда ферзь А4 атакует и слона, и коня на А6, здесь интересная штука получается. Теперь же черные, забрав пешку на А2, могут позволить себе испортить пешки. И белым невыгодно брать на Ц6 по причине ферзь Д7. Ладья связана, брать никуда нельзя, потеряется ферзь. В случае или после хода ладья ФЦ1, черные продвинут пешку Б и отвлекут или ладью и ферзя и придется отдать качество, черный перевес здесь. Ну, правда, вот ладья Ц4, например, теперь Б5. Без этого удара, наверное, ничего бы не получилось, но есть этот удар, ферзь бьет Б3. Почему? Потому что после взятия или в случае взятия вот такого, черные, забирают на А4, а затем забирают на Д7, и оказывается, что у них две далеко продвинутые проходные, которые решаются у него партии. Хотя фигура лишняя у Бера. Но две связанные проходные старше. Ну, а после ферзь Б3, взятие НЦ4, говорить особо не о чем и черные лишние качества и лучшая игра, может быть, даже технически выигрышная позиция. Это к вопросу о том, что нельзя играть вот так в этом варианте, который не встретился в партии. А можно было бы сыграть слон Ф4, черный должен сыграть слон С3, потому что, ну, собственно, кроме взятия НЦ7 угроза есть еще, сохраняется в ряде вариантов удара на С6. А слон С3 перекрывает дорогу белой ладье. Кони Е5 лучший ход со стороны белых, брать качество просто так не надо. И здесь у белых перевес, потому что они могут пожертвовать качество, потому что они могут на ферзь Д6 сыграть конь Беже 6 и добраться таки до ладье, стоящая на поле Х8 с заметным преимуществом у белых. То есть, это довольно любопытное обстоятельство. Вот так трактовать позицию белые могли, взять на Д5, потом слон Х3, и слон Е6 тогда просто разменялись, разменялись, сыграли ферзь Б3, висит пешка, на ферзь Д7 сыграли просто король Х2 спокойно, черные предположим защищаются, а белые продолжают играть вот так, вот слон Е3 атакует пешку, там Б5, Д4, и может быть у белых в этой сложнейшей игре чуточку лучше. Но вот о чем-то большем вести разговор трудно, пешку пожертвовали позиционно белые, опять же, компенсация хорошая, наверное, полная, но не сильно больше. Не стал играть конь Беда Д5, сыграла 2А3. То есть, так, по канону играет, теперь конь бьет Д5, уже намного не принятое, только что то, чтобы провести Б2, Б4, на что следует взятие-взятие, слон бьет Ф3, и конь Д4, то есть, вишенант, как там, четок собран, напряжен, и не лезет на рожон. То есть, поменяем, поменяем, играем черным, играем конь Д4, соперник достойный, серьезный, обыграть его просто так, по заказу трудно, но нейтрализовать его давление вполне, почему бы и нет. Итак, конь встал на поле Д4, там на ладья Ц8, конь бьет Ф3 промежуток, поэтому слон Е4, ладья бьет Ц1, брать ферзем, разумеется, нельзя, из-за конь бьет Е2, вилка и так далее, поэтому слон бьет Ц1, небольшая ступка со стороны белых, и начинается вот такая игра, и вот стало казаться, что, ну, поначалу казалось, что у белых лучше, потом уже стало казаться немножко по-другому. Вот, ну, если Д4 здесь сыграть, что заслужило внимание, то у белых было бы получше. Был сыгран на ферзь А4, так поступил Аниш Гири, решив, что надо сковать фигуру соперника давлением, конь висит, там пешка на А7 может подвиснуть, но конь Ц3, конь Ц3, и, в общем, ход выхорачивает игру, на самом деле, слон бьет Ц3, потому что бить-то на А7 нельзя, тогда конь бьет Е4, ДЕ и подвисает слон на Д2. Итак, ферзь бьет А7, конь бьет Е4, и на ДЕ ферзь бьет Д2. Поэтому, взятие-взятие, ферзь бьет А7, слон бьет Б4. Собственно, в этот момент уже стало ясно, что не загорание ничья, хотя, что тяжелофигурники иногда оказываются весьма коварной штукой, то есть, как тяжелофигурники, разноцвет при ферзях, при ладьях. Но в данном случае ничего такого не происходит, и соперники начали вскоре, вы сейчас увидите, повторять ходы. Вот ферзь Б3, ферзь Д5, и вот так вот они начали повторять ходы, и согласились на ничью. Ну, то есть, я почему показал вообще эту партию? Вроде бы ничего такого сферно-драматического в ней не случилось, но все-таки какой-то вот нерв был, экзотика в дебюте, ну, напряжение, хотя бы отчасти, я думаю, напряжение, дух этого напряжения я вам смог передать. И вот Арбагеддон. Арбагеддон, который играется почти сразу, через несколько минут после того, как заканчивается в ничью основная партия, 10 на 7, Аниш Гири против Фишиананда, Аниш Гири обязан уиграть, Фишиананду достаточно сыграть ничью. И они случают того, что Аниш Гири так довольно свободно, спокойно пошел на Арбагеддон, потому что статистика предыдущих Арбагеддонов, которые встретились в предыдущих турах на этом турнире, была ошеломительной. 9-2 в пользу белых. То есть белые выиграли 9 раз, а черные два раза здесь сделали ничью, или там вынудили ничью с позицией силы в выигрышах на всех позициях, но все равно только два раза они преуспели, а белые 9 раз. Поэтому вроде как почему бы не пойти, имея белые фигуры на этот Арбагеддон с таким временным перевесом. И вот Аниш Гири, имея белые фигуры в Арбагеддоне, начинает партию ходом b2, b3, d7, d5, слон b2, c5, e3, и дальше вот так развивается борьба. Слон e2, то есть белые ничего не хотят, играют в долгую, причем идут на уступки, здесь даже мысль такая, можно и d4 черными сыграть, можно и f6 подумать о ходе, но кони f6 играет вишианант, хотя по идее, конечно, по правилам черные должны будут сыграть в которых белые могут претендовать лишь на какую-то разгрузку в центре, но может быть на какую-то экзотическую игру Аниш Гири затягивал виши и, наверное, коль скоро он так Аниш Гири расставил фигуру в дебюте, он что-то здесь такое имел, ну может дохода вообще ход b4, хотя я сомневаюсь, но что-то он здесь имел в виду. На что вишанант решил не идти, просто кони f6, играем в первые с переменной цветов некую новоиндийскую. Правда, у белых, конечно, здесь проблемы нет, но вот на 0-0 уже d4, если вы упорно не хотите бороться за центр, не хотите здесь играть вот d2, d4, на что вишанант был согласен, тогда d4 все-таки сыграем, ладно. Ладья е1, g6, взятие, взятие, c3, вот как. Но не очень убедительно, прямо скажем, взятие, взятие. Вишанант помнит о том, что его устраивает вполне ничья, здесь снова ничего у черных нет, уже у черных, а не у белых, было лучше у черных, но они разгрузили позицию, чтобы упростить ее, эту позицию, и сделать ничью, c4, логичный ход, рокировка, конь d2, получается нормальная структура, где, в общем, ни у той, ни у другой стороны ничего особенного нет, и, в общем, все идет, так сказать, к закономерной ничейной развязке, причем видно, что маневрирование черной фигуры не составляет для них, для обладателей этих черных фигур, Вишананану, никакого труда. f3, конь c5, вот такой удар, висит конь, стоящий на поле d4, а срон с e4 защищает поле c6. конь отступает назад, потому что меняться на c6 как-то очень обидно, ну, черные просто возьмут назад, у них символически поручше, хотя, я думаю, все равно равенство полное. Вот, ну, конь c2, хорошо, на сложную игру все-таки играют здесь, разумеется, исходя из спортивной ситуации они жгели, ну, как-то так затеять затеи, создать напряжение, нестандартный характер позиции, но вот после этого размен на c2, и того обстоятельства, что зафиксирован ферзевый фланг белых по черным полям, позиции черных оказываются просто лучше. f2, f3, это теперь уже ослабление во всяком случае ход, который отнимает у своего слона важное поле, мешает развитию своих сил, потому что если сыграть f3, f4, то поле e4 еще прославлен. Ну, вот король f2, ладья бьет d1, конь b4, то самое. Медяться на b4 теперь очень невыгодно, поскольку поле не будет оказано давление на белые фигуры. Более того, конь c5 контролирует поле d7, не позволяет белая ладья вторгнуться ни при какой погоде, а сам он может быть защищен пешкой b с помощью b7, b6, тем более, что белый слон далек очень от диагонали вот этой большой белопольной. То есть b7, b6, положение черных пешек на b6 и на b4, это идеальное распорожение, видеть на b4 очень не хочется. Но тем не менее, что делать? Потому что ведь висит пешка a2, не только конь висит, но и пешка a2, ну и получается то самое, о чем я говорил, король f6, король e3, e6, просто расставляется спокойно вот так вот, пешанант, причем он даже не играет b7, b6, а поскольку черный король прикрепл поди d6, пешка, встав на b6, могла бы явиться предметом атаки белых фигур, хотя с другой стороны, вторжение на d6, все равно при урок потери пешки a2, на b3 висит, это не опасно для черных, но объективно, вот эти черные играли на победу, они именно так, как мы сейчас видим, и должны были бы играть. Полная блокада по черному, b7, b6, наконец-то, f7, f5, ну, вишанант, не тратя много времени, проводит естественный план, он не стоит на месте, он все-таки осуществляет какую-то активную, обозначает активную парадигму, как бы нельзя говорить, своими действиями, своими маневрами, ладья d3, правда, предлагает ладьями разменяться, что для белых было плохо, теперь ладья d1, черная ладья в сторону с лагерь соперника, теперь конь d3, конь уступил назад, ну, и партия закончилась так, как и могла закончиться в такой ситуации. Объективно, позиции черных технически выигрышные, но проведение плана требует точности, расхода времени и можно ошибиться, поэтому вишанант решил, что коль скоро ничья для него расселена победе, будем стоять на месте, будем вынуждать ничью с позицией силы, и ход ладья d1 оказался последним в партии, соперники согласились в этой позиции технически выигрышной для черных на ничью победную для вишананта, и он набрал полтора очка против полу очка в партии против Ани Шигири, своего одного из своих потенциальных поработать конкурентов, но в данном случае, конечно, вишанант шел перед началом тура на первом месте, и понятно, что он борется за первое, может быть, за второе, ну, никак не ниже места. Ну, а что делал еще один претендент на высокие места в этом турнире, а именно Весли Соу, который встречался с Арианом Тари, вторым норвежским гроссмейстером, наряду с Магнусом Карсеном, конечно, Тари не Магнус Карсен, конечно, он играет слабее, но он прогрессирует, он молодой, он прогрессирует, и видно, что он, в общем-то, шахматист иранского происхождения, хотя родился в Норвегии, у иммигрантов из как раз Ирана, и, в общем, все воспринимают его как Норвега, тем более, очень такого талантливого, интересного, способного, перспективного шахматиста. Итак, с чего я начну? Я начну не с первой партии, в которой Весли Соу пытался что-то такое изобразить, давил-давил на Тари, была довольно любопытная борьба, но я решил ее из-за продолжительности этой партии, очень много ходов сделано, не показывать, а сразу перейти к Арбидидону, то есть, в ничью сыграли в основное время Весли Соу и Ориан Тари, а вот во второй партии все развивалось гораздо более динамично, драматично, ну, сами судите. Итак, по-прежнему, белые фигуры у Весли Соу, который имел больше времени, чем Ориан Тари, он сделал ход с С2 на С4, последовало и Семь Е6, и, как выяснилось, можно играть в защиту Тараша в классической трактовке, после чего, вот, ну, собственно, на Д4 не берет Ориан Тари, тогда мы получили примерно то, что сейчас модно, а играет ЕД, Конь Ф3, Конь С6, классический Тараш, Ж2, Ж3, но, классика очень быстро перерастает в нечто иное, после того, как сделаны ходы Конь Ф6, Слон Ж2 и Черный играет не Слон Е7, тот ход, который считается основным в защите Тараша, а удар на Д4, и Слон С5 активно атакуя белого коня, но при этом предлагая жертву пешки, ну, белые должны, по идее, взять эту пешку, если хотят на что-то рассчитывать, Конь Б3, атакован Слон, Слон уходит на Б6, пешка Д5 висит, но можно, на самом деле, было ее пешку не брать, а сыграть Конь А4 и белых получше, вот я не знаю, собственно говоря, о чем думал в ССО, классно, коль скоро он разыгрывает этот вариант, что будет в случае хода Конь Б3, Д5, знал я то, что после Конь А4 чуточку лучше у белых, Черные могут на Конь А4 просто тракировать и допустить взятие на Б6, после чего у них очень хорошо отмобилизованные фигуры, но было сыграно Конь Б3, Слон Е6, такая трактовка, опять же, белые могут отступить на С3 и полной компенсации из брожатого пешки у Черных нет, наверное, но очень хорошая компенсация есть, не хочется Конь С3 играть, Е4 играет в ССО, ход не идеальный и ответ очень сильный Слон Ж4, я подозреваю, что уже вот в этот момент, то есть играя Е4, задумавшись немножко, в ССО столкнулся с чем-то для себя новым, эту позицию он, конечно, не анализировал, хитрость хода Слон Ж4 в чем состоит, что нельзя взять на Ф6 и потом взять на Ж4, потому что вы пропускаете удар вот такой вот, дальше можно на Ж2 взять, можно сыграть в Раде Д8, но понятно, что в Черных позиции выигрышные, то есть сюда идти нельзя, бить на Ж4 нельзя, можно сыграть вроде бы Ферзь Д2, или там Ферзь С2, но, и в том и в другом случае, Белого Ферзя достают черные фигуры, на поле С2, Конь с Б4, а на поле Д2, Ладья С Д8, да и черные развивают просто решающую атаку и Белый проигрывает, то есть Конь Бетов 6, ход проигрывающий, просто вот так, раз и проиграли, приходится играть по этому, вот так, Ферзь Д2, ну я не знаю, стоит ли вообще уделять какое-то внимание ходу Слон Ф3, мне как-то в голову он пришел сейчас, но это игра на отбой, то есть здесь нет ничего особенного у черных, они не сильнейшая сторона, но в таком варианте, они черные могут сыграть Конь Е5, подействовать на нервы Белого Ферзю, пешку Д5 отдавать нельзя, на Ферзь Е4 можно рокировать, после чего бить Коня нельзя, из-за Ладья Е8, Ферзь теряется, нужно рокировать, черные играют Ладья Е8, ну даже невооруженным глазом видно же компенсация практически полная, хотя это возможное развитие событий, и в иной спортивной ситуации, если Белом не нужно было обязательно выигрывать партию, поскольку это Армагеддон, то может быть Слон Ф3 сыграл в СССР, он сыграл в Ферзь Д2, и согласился вот на такую позицию, которая конечно же у Белого просто хуже, так как ни поля Е3, ни поля Е2 недоступны для Белого Ферзя, а сейчас шаг к Белому королю, нужно уходить на Ф1, и черные могли сыграть в Конь Е5, добиться просто преимущества, то, что сделал здесь Ориан Таи, ну Суб Конь Е5, ну я не знаю, там Д6, Ферзь Ф6, не опасаясь дальнейшего усиления позиции, ушел очень плохо Белый король, это главный определяющий фактор в позиции, так вот, ну вместо этого Ориан Таи сделал длинную рокировку, пешка связана, кажется, что Братница 6 нельзя, ну Белый играет H2, H3, сгоняет черного Солона, и здесь Ориан Таи допустил ошибку, ход Солона Е6 приводил к равенству, не больше, чем к равенству, но к равенству, вариант форсированный таков, Белый должен сыграть Ферзь Е1, отскочить, связать черного Солона, заставить черных взять, следует Е7 следует, ну Конь бьет Е7, скажем, Солон Ф4, затем Аладиация 1, у черных свои проблемы с королем, которые легко решаются, может С6 перекрыться, Конем можно смеяться на Ж2, позиции абсолютно равные при материальном равенстве и отсутствии слабости. Вот, ну вместо этого сыграл Солон Ф5, Ориан Таи, и видимо это уже, конечно, импровизация за доской. Что после этого получается? Получается то, что Белые могли, сыграв Ферзь Ф4, добиться большого преимущества. Вот, как ни странно, Белые добивались большого преимущества, атакуя одновременно и Солона черных, и Коня на С6, поскольку теперь пешка Д развязана, Ферзь Д2 ушел, ну Слон Ж3, самое правильное решение на ДС, Мат ставится в один ход, бить, поэтому на С6 нельзя, для того, чтобы создать такую угрозу, можно дать шах, и наступление короля уже можно там, ну видимо просто забрать, просто забрать на С6, но С4 шах и так далее, поэтому нужно играть Ф5, Ферзь Ф3, Конь Е5, Ферзь С3 шах, отступили, С4, получается вот такая вот игра, в которой Белые просто выигрывают. Вот, то, что эта позиция у Белых выигрышная, уже теперь легко поверить, следующий ход, Глади А1. То есть, ход Ферзь Ф4, ну сразу, конечно, он не выигрывает, дает Белому заметное преимущество, давало. Но вместо этого, все-таки Блиц, полублиц, то, что мы видим, последовало ДЦ, очень забавная, интересная жертва Ферзя, но некорректная. Ферзя, ну как жертва, обмен Ферзя на ладью, коня и пешку, правильно? У Белых 6 пешек, у Черных 4, так что, но если считать, еще и пешку Б7, тогда Ладья Кунин 2 пешки. Здесь Черные обязаны были сыграть С4 и добиться преимущества. То есть, главный враг Черных, это С2, который поддерживает пешку, ходом С4, Черные нейтрализуют полностью, обесценивают этот фактор, пешку на Б7, у Черных преимущество, поскольку и пешку они отыгрывают, и угрозу соперника парируют, понятно, что преимущество. Решающее, нет вопроса другое, но преимущество бесспорное у Черных. Но вместо этого было сыграно А6, ход просто проигрывающий. Вот вместо выигрыша, ну не выигрыша, а явного преимущества, которое достигали Черных ходом С4, они сыграли А6 и фактически проиграли, ну и проигрывают партию. Почему? Шладя Е1, Ферзь Ф6, Король Ж1, очень правильный ход, Черные не успевают теперь перегруппироваться, сыграв Ладья Е1 и отняв по Е4 у Черного Слона, главный ресурс Черных, возможность этого, разменять велопольных Слонов, отняли белые у них. А С4 остается в силе, а другая идея это С3 и С5, если там Черные А7 играют, Ж5, то получит С3, будет совсем куда, там еще и Ладья на А8 стоит. Ну С6, теперь выигрывал и С4 легко, и ход КН2, такой, а не знаю, как называется, Пижонский отчасти, отдающий пешку Ф2, но бить пешку Ф2 не очень выгодно, поскольку там под связки подразнообразные подпадают Черные фигуры, а там еще и после С3, С4, ну БР сыграют, Радья Е1, потом заберут на Ф2, С4 шаг, С3 и выигрывают Ферзя. Ну Король А7, поэтому, С3, ну можно было сыграть Ферзь Д8, но позиция есть просто нехорошая, вот позиция есть просто нехорошая у Черных, угрожает Б8 Ферзь, выиграв за эту пешку и слона Черного Ферзя, а нормальной контр-игры защиты нет. Ну, Ферзь БТФ2 с горе сыграл Ариан Тари, последовало Диа Ф1, Ферзь С2, Конь Д4, и теперь интересный момент, ну, чуть позже. Значит, если сыграть Ферзь Д6, тогда, Берли дают шаг, потом, открытый шаг с фрону с Ж2, Черному Королю, и одновременно, атакую Черного Ферзя, выигрывают его вместе с ним и партию. Поэтому сюда идти нельзя, по понятной причине. Нужно играть с фрону БД4, это очень грустное обстоятельство для Черных. То есть, понятно, что здесь Черным нехорошо, вопрос, как реализовать добытое преимущество. Чище всего выиграл следующий маневр, с фрону Е5, ну, с фрону Д4 не надо играть, чище было, опять же, вот так сыграть. И что очень важно, затем дать шаг, и после ладья П6, забрать на Е6, и сыграть ладья Ф8. То есть, не бросается эта матовая конструкция любому играющему белому, можно случайно на нее наткнуться, увидеть и реализовать на практике, воплотить, так сказать, жизнь на доске. Хитро с чем, что ладья связана, а ладья А8 неотразимая угроза. То есть, просто совсем неотразимая, то есть, отразить ее можно лишь путем ферзь БДЖ2, что равносильно капитуляции. Ну, ферзь Ж2, король Ж2, и еще и качество на Б6 потеряете. А может и целую ладью. Короче говоря, Б8 ферзь выиграла форсировано, но было сыграно слон Д4. Ну, конечно, многим показалось, что в другом порядке реализует тот же замечательный замысел в ССУ. То есть, на взятии он мог сыграть, но слон Е5 он не сыграл, теперь он мог сыграть Б8 ферзь, теперь мог дать шаг, и вторнуться радио на Е8, при другом порядке ходов, то же самое вид сбоку, черный должен сдаться. Но, судя по всему, не видел эту идею, не обнаружил, не заметил в ССУ, а сыграл слон Д4 сразу, и слон бьет Ж7. Это ничего не портит, поскольку позиции белых все равно абсолютно выигрышные. Но, опять же, здесь вот снова можно было реализовать этот замысел в В8, ферзь, слон Д4, ладья В8. Не буду лишний раз повторять, повторение, повторение, вот я еще раз скажу, что вот так можно было выиграть по хорошо известным нам лекалам. Было сыграно ладья Е7, это ничего не портит. Ну, и у белых ладья Е2 слона при крепкой позиции, при атаке на черного кроля. А5, слон Е5, защищая пешку, А4, ладья В7, теперь А3, спокойный ход, ферзь Е2, то, что было, слон Д4, подтягивая второго слона к атаке, двух слонов и ладьи на черного короля, Е5, ладья идет на поле Е7, естественная реакция, пешка связана, бить на Д4 нельзя, Аш5, ладья Е6, черные сдались. Почему? Потому что ни на В7, ни на А7 идти нельзя, эти поля контролируются слонами белых, слон с Д4 контролирует поле А7, слон Ж2 поле Б7, ну а после короля А5 и взятия на Е5, выигрывается ферзь, у берега два слона и две лишние пешки, лишних, поэтому вот такой исход более чем очевиден, и ничего, так сказать, другого заподозрить было нельзя. Ван Хяо против Ашьерограва еще одна партия, которая была не очень выразительной, выдалась не очень выразительной по ходу основной сессии, там позволила Ван Хяо разыграть Максиму Ашьерограву свой любимый дебют, и сразу свернул в сицилиянской защите Ван Хяо, так сказать, удочки, зафиксировал ничью, а вот во второй партии, точнее сказать, в партии в Армагеддоне, когда соперники уже записали каждый свой актив по одному очку, или, можно сказать, в пассив, потеряв по два, Максим Ашьерограв играл черными, и вот сегодня, в общем, статистика предыдущих туров применительно к Армагеддону себя не, так сказать, не продолжила, не подтвердила. Вот такая позиция возникла после хода белых 25-го ферзь А4, и черные в этом положении сыграли ферзь С4. Ну, конечно, формально у черных слабая пешка на Д6, у них очень хорошие фигуры, позиция равная, ферзь БЦ4 приводила к уравнению шансов, и ничего интересного здесь не могло вообще возникнуть, вот вариант примерный я привожу, тогда КНД5, выясняется, что вышибается опора из-под белого коня, а пешка С3 теряется, в любом случае, например, в таком варианте, и позиция равная, ну, нужно аккуратно отступить еще, хотя здесь еще белые должны сыграть аккуратно, но РОДЦ2 делает такую ничью, именно шах Король Х2, пешка ЭВ2 защищена, и никакие дополнительные проблемы, угрозы белым, так сказать, ну, да, ни с какими проблемами белые столкнуться не должны, но белых не устраивает такой исход, они отступают ферзем на А3, и оказывается, после КНД3, ваш елограф переходит просто в почти решающую контратаку, активность черных очень сильна, срон Ж3, почему срон Ж3, почему не взять НД6, скажем, ну, если ферзь бьет Д6, то висит на Б2, ну, как минимум, то, что на поверхности, и после взятия пешки Б2, у черных лучше, у белых слабость, у черных хорошие фигуры, слабости нет, то есть это белых не устраивает, они сыграли слон Ж3, чтобы укрепить пешку, стоящую на поле Ф2, последовало слон Е5, ладья Д1, слон Вирджи 3, взятие, белые, согласитесь, такую порчу своей структуры, но консолидировались, и, в общем, при аккуратной игре проигрывать белые, конечно, здесь были бы не должны, Ж4 играет здесь, Ван Хяо, надвигает свои пешки, Ферзь Д5, ну, ход Ферзь А5, видимо, приводил к почти полному уравнению шансов, нет, похуже, все-таки у белых после Ферзь Е4, хитрость в чем, что после хода, или в случае хода Ферзь А5, черные не располагали той идеей, которая принесла им успех в партии, а идея состоит в ходе ладья Е2, вот здесь белые могли бы дать шах, загнать черного края на Ж7, и нанести смертельный для черных шах с Ф5, после чего, вроде коня брать надо, и теряется Ферзь, ну, лучше даже в начале дать шах, и забрать Ферзя в такой редакции, все, белые выиграли, черные проиграли, а вот после хода Ферзь Б4, который сделал Ван Хяо, идеи Ферзь Д8 нет, и ход ладья Е2, вот эта удивительная по элегантности, хотя не очень сложная идея, сразу решается ее партия уже не в путь за белых, а в путь за черных, угрожает мат на Ж2, отступать конем нельзя, висит ладья на Д1, вроде надо забрать ее, тогда шах, ну, защищать коня надо, ну, как надо, и надо, и нельзя, конь Д3 вилка, теряется Ферзь, и все, ну, сразу же Ван Хяо признался его побежденным, а это означало, что победу в целом в этом мини-матче сражения одержал Максим Вашьелограф, набравший по итогам схватки с Ван Хяо полтора очка против одного очка у Ван Хяо, и то же самое в чем-то происходило в партии Теймура Джабва с Веселином Топаловым, то есть основная часть, первая часть закончилась ничью, и был, так сказать, назначен Армагендон, белая фигура Теймура Джабва, черными играет, давайте я поменяю титры, чтобы не вводить вас в загружение, белым играет Теймура Джабва, черными Сейеном Топалов, и я приступаю к показу этой партии, не только ее концовки, а партии целиком, поскольку она весьма любопытна. Дело в том, что Веселин Топалов вдруг, я думаю, неожиданно для Теймура, решил в такой ответственный момент, когда черных устраивает ничья, прибегнуть к экзотическому началу. То есть, ну, во-первых, идет сам Максим Вашьелограф, сам Теймура Джабва идет на систему Ботвинника или там московскую систему, H7-H6 отступление ДЦ. Ну, московская система Е4, G5, салон отступает, B7-B5, салон Е2 и салон Б7. Ну, я не буду оценивать эту позицию, она находилась в центре внимания теоретиков и практиков на протяжении ряда лет, сейчас она вышла из моды. Скажу, что позиция очень сложная, интересная, и, как правило, преуспевает тот, кто лучше знает, глубже проник в ее тайны, тайны этой самой позиции. Е4-Е5 играет здесь Теймураджабов, КН-H5, опять же, позиция известная, А2-А4 Теймураджабов и А7-А6. Ну, судя по всему, Веселин Топалов, КН-Скоро сюда пошел, и его инициатива была разыграть данный вариант, был знаком с позицией лучшей, похоже, что вот уже к этому моменту, к 13-му ходу, черные перехватили инициативу, на рокировку сыграли КН-Г3, никакой атаки реальной у белых нет, двух слонов нет, пешки нет, хотя, конечно, совокупности этих факторов не определяет однозначно оценку позиции. Радья Е1, длинная рокировка, Б2-Б3, удар-удар, Король уходит на В8, прорваться на крадельской фланге, развить атаку против черного крадельа белому почти невозможно, взятие-взятие, спасибо, наверное, черные сказали, открыли слона нам, слон Ф1, в Ж4 согнали коня, затем сыграли Радья Ц8, Д5 не боимся, а что еще, без Д5 вообще белым никак не прожить. Здесь следует слон, ведь А4, взятие на А4, Ж4-Ж3, оказывается, вот чем хитрость. То есть, как-то я вот так говорил-говорил, вроде Д5, прорыв по центру, но после ударов на А4-Ж3 цепляются черные пешки Ф2 и почти, по сути дела, выигрывают партию. Хотя, то обстоятельство, что Армагеддон это, и что черным все равно, что делать ничью, что выигрывать, и приверут к той концовке, которую мы сейчас увидим. У черных сейчас в слон доске. Две лишние пешки и доминация. Конь Д4, Конь Б6, Конь Б3, Ф3, Ф3, Ф7, Ладья Ц7, Ладья Ц1, Ф2, Ф5, три лишние пешки у черных, взятие Ф2, Ф5, Конь Ц5, белые куда-то лезут, но черные дают шахи, четыре лишние пешки у черных. Ну и теперь, конечно, можно было легко довести партию до победы, просто усилив позицию. Но ни в какие рейтинги результатной партии не идет. Это Арбагеддон, это специфическая весьма формула, форма, так сказать, выяснения отношений. А у черных есть вечный шаг, и они его дают, вечный шаг, обеспечивающий им успех. Успех в этой партии, по сути дела, и в мини-матче в целом. Итак, давайте подведем итоги шестого тура. Со счетом 3-0 в основное время закончился лишь один матч. То есть чистую победу одержал только Магнус Карсон, а в четырех других партиях основные партии завершились ничейным исходом. При этом, при этом, в отличие от того, что мы видели ранее, преуспел при игре белыми фигурами только Весельсу. Вот он забил десятый мяч белых фигур, ворота черных фигур в Армагеддонах, а три раза результативно отметились черные. И Шанат выиграл Ани Шигири, ну, по сути дела, выиграл. Максим Ашьялограф, по сути дела, выиграл у Анхиао, и Весельин Топалов, по сути дела, выиграл у Таймура Раджабва. Мы не будем различать при этом какие-то вечные шаги, фиксацию ничьей с позиции силы, или чистый выигрыш черных фигур. То есть счет у Армагеддонов стал 10-5, в пользу, правда, не черных все еще, а белых фигур. Что касается турнирного положения после очередного игрового дня, после шестого тура, то оно выглядит следующим образом. У Магнуса Карсена, который выиграл в чистую единственный из всех, а Вишанат сыграл в ничью, и потом выиграл Армагеддон, и набрал по этому полтора очка, а Магнус Карсен целых три. Так вот, у Магнуса Карсена стало 12,5 очков, он вышел на чистое первое место, у Вишаната 11,5, на третьем месте у Весельсу. Четвертые и пятые дети Шахриар Мамедьяров и Максима Шьялограф. Шахриар Мамедьяров проиграл Магнусу Карсена, а Максима Шьялограф выиграл, выиграл, правда, в Армагеддоне, но все равно. Далее Аниш Гири и Ариан Тари, Весельин Топалов, ну и замыкают турнирную таблицу, Ван Хяо и Теймур Раджабов, что по-своему неудивительно, поскольку, конечно же, с точки зрения Теймур Раджаба я рассуждаю, как-то светить свои заготовки и играть в полную силу перед началом турнира претендентов вроде неправильно, не к лицу, но с другой стороны проваливаться тоже очень обидно, это все-таки бьет по психике, подрывает веру в себя. Если уж вы совсем, конечно, не запрограммировались, однозначно, что бог с ним совсем, с этим турниром, я просто разминаюсь, а вот на турнире претендентов я покажу им, как надо играть. Ну что ж, наш очередной выпуск, посвященный супер-турниру Норвег Чес, который проходит в эти дни, в Ставангире подошел к концу. Перед тем, как проститься, я по традиции призываю вас поставить лайки, подписаться на наш канал, те, кто не сделал этого ранее, ну и, разумеется, обыгрывать своих соперников, играя с ними в шахматы, как в очной форме, так и заочно в сети интернет. А пока, до свидания.